Детские игры во дворе своего дома – это не только развлечение, но и, по мнению психологов, один из способов социализации, а также развития личности. Любимой командной игрой ребятни у нас уже давно считается футбол, поэтому практически все мальчишки знают его правила и умеют хотя бы на начальном уровне обращаться с мячом, поддержать и еще больше заинтересовать ребят в стремлении хорошо играть в футбол. С такой целью общественное движение Донецкая Республика инициировала республиканский турнир по дворовому футболу на кубок Дениса Пушилина. Сегодня в Харциске состоялся торжественный старт отборочного этапа соревнований. Сегодня мы открываем первый республиканский турнир на кубок главы Дениса Владимировича Пушилина по дворовому футболу. У нас сегодня собралось 10 команд. Мы приехали тоже поддержать наших молодых спортсменов, начинающих. И, конечно, мы пожелали им, чтобы они заняли первое место, получили кубок. И Харциск прозвучал как самый лучший город. Конечно, мы надеемся, что наши дети вырастут таким здоровым молодым поколением, будем их поддерживать во всех начинаниях. В ходе торжественного открытия турнира его участникам вручили памятные значки. Право первого символического удара по мячу было предоставлено ветерану Харциского футбола, действующему тренеру Дю США Алексею Бахорину. Итак, свисток судей прозвучал, и 10 дворовых команд, рассредоточившись по футбольным полям, начали борьбу за выход в следующий отборочный тур. У нас три возрастные группы. Младшая, средняя, старшая. Это 2006-2007 год старший. Восьмой, девятый – средняя группа. Десятый, одиннадцатый и младшая. Это младшая группа. В каждой группе мы определяем победителя. Та команда победителя является, которая набрала больше очков. То есть три команды играют между собой по кругу. Победитель 5-го числа отправляется в город Иловайск, где мы будем защищать дворовой футбол города Харциска. В турнире принимают участие самые обычные ребята, увлекающиеся футболом и чуть ли не каждый день гоняющие мяч во дворе. Но одно дело – игра со своими друзьями и приятелями на какой-нибудь импровизированной площадке. И совсем другое – официальный матч официального турнира. Впрочем, это только добавило мальчишкам азарта. После игр в Иловайске третий, он же финальный этап турнира планируется провести в Донецке на РСК «Олимпийский» с 19 по 21 августа. В борьбе за кубок встретятся команды, занявшие первые места в своих подгруппах. Финал сыграют по олимпийской системе. Команда выбывает из турнира после поражения.